У вас сегодня благоприятный день, который сулит отлада, немного терпения. И все узнаете сами. Алло. Алло. Павел Андреевич? А кто его спрашивает? Это Банк Синьков, а диореструкторизация. Меня зовут Алексей Игоревич. Алексей Игоревич, а что за у меня сегодня благоприятный день, который сулит выгоду экономическую, как сказали в начале? Наверное, оплата вашего кредита в банк. Вы хотите оплатить мой кредит? Я думаю, вы хотите оплатить свой кредит. Нет, мне только что сказали, перед тем, как я с вами разговаривал, что у меня сегодня очень благоприятный день. Только чуть-чуть дождаться осталось. Вот видите, чуть-чуть всего лишь дождаться вам осталось. Я жду ваши предложения, которые каждый день поступают. В чем причина-то, почему вы не оплачиваете? А не скажу. Вы решили пошутить, что ли, Алло Андреевич? Почему? Не знаю. А почему я должен вам что-то говорить? У меня позитивная нота, конечно. Я беру трубку, голос трубки мне говорит, что у меня сегодня позитивный день судит, который у меня кучу выгоды экономической. Вот я и обрадовался, трени поднялась. Говорите о том, что... Ведения хотите мне сдать. Я не продаю тебе денег. Павел Андреевич. На каком тогда основании вы не возвращаете денежные средства в банк Тинькофф? На каком основании вообще мне такие вопросы задаете? А какой долг у Павла Андреевича, скажите, пожалуйста? Какой долг у Павла Андреевича? Да. Большой. Большой. Это уже не экономическая выгода. Это уже вы начинаете понижать настроение. Понижать вам настроение, да? Да. Так все-таки какой? Вы можете сказать в цифрах? Конечно. Как только вы свою дату наживите. Какую дату? Дату рождения. А зачем я буду вам говорить? Создать рождения. Хотите сделать подарок, я не против. В общем, Павел Андреевич, можете шутить сколько угодно. Почему вы решите, Павел Андреевич? Можете уклоняться от оплаты. У нас есть программа, которая сравнивает тембр голоса человека. Ох ты, как круто. Можете уклоняться сколько угодно. Можете придумывать там и шутить тоже сколько угодно. Скажите, а программа по тембру голоса не выясняет, где я нахожусь? Не хотите. Или хотя бы принадлежность моя? Пожалуйста, это ваше право. К этнической расти. Вас никто уговаривать не будет. Если вы думаете, чем вы больше скрываетесь, тем меньше у вас задолженность. Я скрываюсь? Вы же мне дозвонились? Я же не скрываюсь. Хорошо, я Павел Андреевич. Давайте, слушаю вас. Тем меньше у вас будет соответствующий вопрос с банком. Плащенов Алексей Игоревич. Алексей Игоревич, я Павел Андреевич. Давайте, рассказывайте. Я же слушаю вашу дату рождения. Дату рождения мою хотите? Ну, хорошо, скажу, Марк. Угадал? Да. Угадал? Угадали, конечно. О, видите, какой я удачливый. Ну, слушаю вас. Слушайте, что, задолженность вам сказать, какую вас? Нет, я слушаю ваше предложение. Вы же хотели что-то мне предложить? Я думаю, вам уже предложение озвучивали, Павел Андреевич. Так, а зачем это озвонить? Вы его прекрасно слышали. Я хотел поинтересоваться, как там поживает ваша юридическая компания. Альям? А? Какая юридическая компания? Альям? В которую вы обращались. Она отлично поживает, честно говоря. Отлично поживает, да? Да, потом все равно вы можете посмотреть. На ютубе сегодня можете послушать наш разговор. Будет отзывы масса. Я думаю, что работает она как-то безуспешно. Почему так решили? Ну, скажите мне, ваш долг уменьшился? При чем здесь это? Не знаю. Ну, мне скажите. Хорошо, а с какой целью вы обращались в юридическую компанию? Да к вам какая разница? Это уже мое дело. Чтобы понять, работает она или нет. Так обратите. Я могу сказать, что вопрос с банком никак не разрешается. Ну, хорошо. Это вы так считаете? А я считаю... Ни одного письма, ни одного заявления. Да, ладно. А вот у меня лежат корочки с подтверждением, что вы получали письма. Ни одного. Да ладно, опять вы врете. Ну, зачем вы врете сейчас? Ни одного письма от якобы вашей юридической компании. Якобы мое, это не моя юридическая компания. Но в которую вы обратились. Увы, мне не хватает юридических знаний, чтобы восстановить свою компанию и помогать людям. Нет, Павел Андреевич. Я вам больше могу сказать, что данная организация ведет незаконную деятельность российских игроков. И ничем вам не поможет. Можете сколько угодно там сотрудничать с ними, платить денежные средства и так далее. Ничего не разрешите. А вот я думаю, совершенно другое. И у меня есть масса подтверждений. У меня даже есть родственники и даже есть знакомые, которым она помогла. Помогла прям. То есть они разрешили свою проблему с налогом? Конечно, конечно. Вот честно, мало верится. Ну, это ваше личное дело. Если вам, конечно, они помогут долг увеличить, то пожалуйста. Вам тяжело вообще вериться. Потому что вы выбрали бабскую работу, сидите на телефоне и болтаете. А вы выбрали такую мужскую деятельность, да, наверное. То есть взять чужие деньги, а может мне возвращать. Я правильно понимаю? Что? Еще раз. Я говорю, вы выбрали прям мужскую позицию. Взять чужие деньги, жить же чужой счет. А это уже все решили. И не возвращается, соответственно, эти денежные средства. Я правильно понимаю? Ну, по факту оно так и есть. Сюда не будет, Павел Андреевич. Сюда не будет. Вы мне так порешите, да? Если вы обратитесь, то пожалуйста. Если вы обратитесь, то конечно, пожалуйста, Павел Андреевич. Хорошо. Может быть, ошибаетесь, вы не попрошайка. Давайте тогда свою цель звонка звучит. Цель моего звонка? Узнать, как у вас дела, Павел Андреевич? Дела у меня замечательные. Компания ваша, как компания пожелает, к которой вы обратились. Отлично. Где же ваше заявление в суд? Где же ваше заявление в суд, Павел Андреевич? Все будет когда-то сейчас? Заставить никак не можете, что ли? В данном и приказке 5 дней выносятся. У меня есть уже крышки писем, которые дошли до этого. Да, 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 конечно. Это вы расскажете друзьям. А зачем друзьям рассказать это? Не знаю. Ну, сказки можете детям на ночь рассказать. Что вы пытаетесь доказать вообще? А по поводу суда, ну, не знаю, Павел Андреевич, если вы не можете свой долг оплатить, в каком суде вы сейчас говорите, скажите мне? Нет, подождите. Где вы найдете деньги на госпошлину? А зачем мне нахажите деньги? Обратились к юридическому компанию, где нет ни одного юриста. Вы думаете, там, древнимом юриста? Нету. Хорошо. Ой, это бавно. Это компания, да, куда вы обращаетесь? Вы спросите, сколько глав в Конституции? Пускай хоть один сотрудник вам на это ответит. Поверьте, они намного более профессиональны. Вы допускаете, Павел Андреевич? Зачем? Я им доверяю полностью, в отличие от вас. Ну, понятно, понятно. Я вас понял, в принципе. Фикшер от каждого от оплаты... Так, подожди, вы должны предложили мне оплатить. Я сделаю все возможное, чтобы завтра вы должны уже были не банку. Кому должны были? Вам? Не банку. Не банку? Ради бога. Ради бога. У ваш долг просто будет, наверное, переуступлен третьему лицу. Да, 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 да. Второй статье, гражданин. Давайте попробуйте. Конечно. Даже... Я слышу уже в этом месяце. Да, 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 да. Слушайте. Завтра, я думаю, прилично бедите. Бедите, и услышите. Две, только не забудьте открыть. Приезжайте. А то вы такой смелый по телефону. Записывайте адрес. Ну, так записывайте. Я вам говорю адрес, где я нахожусь. Есть ваш адрес? Нет, я там сейчас не проживаю. Я работаю с городом Екатеринбурга. Давай, давай, новый. Адрес. Переулок. Да, Переулок, М5. Дом 5. Дальше. Буду ждать. Все, все хорошо. По улице Пионерка кто проживает в Брянске? По улице какой? Пионерка. Ну, в данный момент там проживает разрушенное предприятие. Раньше там шили одежду. Раньше, а потом находился в офис Билайна. Поэтому там никто не проживает. Наверное, только кошки и собаки. Да, то есть вы изначально представляли адрес таксоржевания? Да, я там жил, потому что я там работал. Сейчас я там не работаю. Ну, понятно. Адрес рабочий, куда мне можно днем прийти? Где я нахожусь? Вот, давайте. Пописуйте, давайте. Город Екатеринбург. Улица 8 марта. Ого. Охраннику там говорите. У нас проведет. Этот есть, этот есть адрес. Ну, вот видите. Все. Прекрасно. Меняйте работу, пока совсем не тупели. Советую вам, меняйте. Неужели вам нравится, что у вас выисочет каждый день? Конечно, я вам советую. Тоже меняйте. Павел Андреев. У меня тоже прекрасная компания. Прекрасно мне. У меня тоже прекрасная компания с большим добрым. Это бабская эта работа, бабская. Как ты не понимаешь? У вас тоже мужская партия. Сидите на телефоне, 3 партия целый день. Или жить сейчас за чужой счет. У вас тоже мужская позиция, безусловно. Я сейчас слушать целый день, как тебе хуй и шоусь. Я даже не сомневаюсь, что вы прям по-мужски сейчас поступаете. И вот эту свою смелость показываю по телефону, самоутверждаясь перед кем-то, я не знаю, перед друзьями, перед собой лично и так далее. Понимаете, вы же прекрасно понимаете, что я на работе, я вам так же не отвечу. Можешь позвонить мне на телефон, перезвонить мне сейчас на телефон, договориться о встрече. Я даже записываю разговоры выпущу. Вы считаете, я с Москвой поеду к вам, скажите мне. Ну, хорошо. Вы действительно так думаете? А зачем-то вообще-то разговаривать с тобой? Чего ты тогда так говоришь? Потому что у вас есть дайори подруга. И даем. Вот поэтому вам будут звонить. Будут звонить вам, вашим родственникам, друзьям. Замы, родственникам. И не можешь звонить. По всем номерам, которые степулируют в кредитном деле. Ты не можешь никакую информацию передавать. Имея полное право, назовите заход, на основании которого я не имею это делать. Зачем? Я его не знаю. Ну, конечно, конечно. Я знаю, что просто попробуйте. Вопрос решен, я думаю. Я даже пробую, скажем, пожалуйста. До свидания. От вас ничего не хочу. Отказывать. Попрошайка, до свидания. Ложить или трубку, телефон, попрошайка. Я не положу. Конечно, сейчас данные ваши поменяю по жительству и положу. Не переживаю. Положи, ложи. На мне ты денег не заработаешь. Работаю на этой бабской работе.